Видео радость здоровья Люблю это видео, пища для ума и души Я из молитв знаю только Отче наш Остальные читаю с молитвенника Ну и что нормально, читайте с молитвенника, не обязательно их знать А душа порой прям просит молитвы Может подскажете какие слова от себя хорошо произносить или какие молитвы нравятся вам Вы знаете, я как-то предпочитаю молиться своими словами Например, Верховный Владыка, Творец Вселенной Призри на меня свою частицу, даруй мне силу, здоровье, мудрость для добрых дел во имя Тво То есть эту молитву можно перед сном читать, можно читать проснувшись То есть это действительно те слова, которые идут от Твоей души Дальше, когда я еду в дорогу, я читаю такую простую молитву Господи, еду я в дорогу, дай мне три ангела на подмогу Первый ангел душу мою сохраняет Второй ангел дорогу мне устилает А третий ангел делами моими управляет Перед вкушением пищи я говорю следующую молитву Господи, спасибо за пищу, которую нам посылаешь Приятного аппетита Владыки, благословите Очень важно, чтобы пища была благословлена И мысленно так крестом Вообще, если видите какой-то, ну, он говорит, вот Садитесь за стол с незнакомыми людьми Или там в дороге зашли в кафе покушать Перед тем, как к вам подали пищу Вот она уже на столе И вы ее сейчас будете вкушать Вот такую простую молитву Мысленно хотя бы Владыки, благословите Так мысленно крестик раз на нее и наложили Ну и еще раз повторю Господи, спасибо за пищу, которую нам посылаешь Приятного аппетита Вечером я обязательно читаю вот эту вот молитву Которую я сказал Верховный Владыка творит вселенной Обязательно я ее читаю Перед каждым приемом пищи Обязательно я читаю Практически все время, когда я выезжаю в дорогу Я читаю вот эту вот молитву Есть еще одна такая интересная молитва Дорожная, когда Это мне как раз Ника Сафронов сказал Мы как-то с ним пересекались, заговорили Я говорю, я вот такую вот молитву говорю А он говорит, а я более простую говорю Ангел мой, я с тобой Ты впереди, я за тобой То есть, как бы сказать, он идет вперед И тебе дорогу Очищает, освящает Вот знаю я, конечно, Отче наш Знаю я молитву честному кресту Знаю я, Богородица, Дева, радуйся Краткую там Иисусову молитву Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Господи Иисусе помилуй, Господи Иисусе помилуй То есть эти молитвы в основном применяются вот такие краткие для того, если вам в голову что-то лезет такое, и вы не знаете как от него избавиться, вот эта мысль крутится, 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 вы вот это вот, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй меня внешнего, или просто Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и это как-то раз от вас отойдет. Ну вот такие вот я разные молитвы знаю, какие слова тебе хорошо произносить, вообще очень хорошо произносить это благодарственные слова, потому что мы не понимаем, насколько, вернее, какую цену имеет жизнь, это мы не понимаем. Мы понимаем, что, допустим, вот эта мышка столько стоит, эта клавиатура столько, компьютер там чуть побольше, там, лупа и прочее, там, эти. Но цену своей жизни мы не понимаем, она вообще не имеет никакой цены, потому что для нас лично она бесценна. Это возможность, величайшая возможность, данная нам, может быть, Господом Богом, проведением, как угодно назовите, возможность жить, возможность совершенствоваться, возможность вот это вот величие и красоту этого мира ощущать и восторгаться. Поэтому тут только слова благодарности, благодарю, 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 даже вам шишку насадили, благодарю, Господи, за то, что это просто шишка, в аварию попали, благодарю, Господи, что это просто авария, а не более серьезная вещь. Слова благодарности должны, вот, как бы сказать, ну, постоянно идти. Я вот такого мнения. Ну, примерно так, это вообще тема такая большая, потому что мы взаимодействуем с пространством с помощью мысли и слова. Это основное. А все там экскаватором копаем, взрываем, это уже другое. Вот, и от того, как мы взаимодействуем с помощью мысли и слова, это уже, будем говорить, имеет большое значение для нашей жизни, как она складывается. Поэтому я уделяю этому большое внимание. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!